Владимир Вольфович Жириновский 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 В вагоне двое русаков не захотели уступить нам место. Точнее, они слишком медленно встали. За это мы их подрезали. Эти русаки визжали, как свиньи, захлёбываясь кровью. Вся остальная русня, как стадо испуганных баранов, сбились в кучу в дальнем конце вагона и даже боялись посмотреть нашу сторону. Правда, один старый седой русак, увешанный орденами и медалями, наверное, ветеран, пытался что-то сказать. Но брат Назив швырнул его на пол, и мы долго били его ногами в живот, пока он не начал ссать кровью прямо на свои ордена. Когда поезд остановился, вся русня в ужасе выбежала на перрон, а мы с братом спокойно в пустом вагоне доехали до нашего общежития, швыряя во входивших русаков срезанными с пиджака обоссанного ветерана орденами и медалями. Аллаху Акбар! Это сегодня. На миллионы людей. С мая месяца висит. Когда, значит, это вот процитировал пост из одного из сообществ ВКонтакте. Россию там издевательски называют. Россиюшка, Рашковатник, русских русня, свинорусы. А каждый пост заканчивает призывом. Накатим, ведь русские это пьяные. Организаторы этой группы, они позиционируют себя как западники, евреи, мусульмане, украинцы и так далее. При этом не скрывают. Работают за плату. То есть оскорбление России и русских не является стихийным. Это четко организовано все. Целевая аудитория правые. Используется их националистическая символика, флаги. Артикулируются их страхи, что русские сдают позиции кавказцам. Весь Дагестан и весь Кавказ твой род, е. Несензурный глагол русский. Русня, свиная. Как вы вообще смеете называть себя народом, если вы являетесь нашими рабами и нас боитесь? Выродки скотоподобные. Те, кто не согласен, приглашают выйти на манежку. То есть призывают к противоправным действиям. Ну, политтехнологи пытались обратиться к руководителю соцсетей, чтобы, так сказать, они понимают, что полянку кто-то взращивает. И аккумулируется определенный ресурс. А в нужную минуту это подорвет аудиторию по принципу вирусной рекламы. И это можно инвестировать во что угодно. От цветной революции, болотная, до погрома Бирюлёва. Как угодно. Потом это можно объявить стихийным порывом масс, как в арабских странах. Конечно, кто читал, политтехнологи обратились к руководителю сети. Уберите эту информацию. Он отвечает. Значит, мы, чтобы мы заблокировали группу, нужно, чтобы её авторы открыто призывали к насилию. Оскорбляли честь, достоинство, религиозные взгляды конкретного человека. А то, что вы называете разжиганием розни, это всего лишь политические дискуссии. Напоминаем, что свободу слова никто не отменял. Вот, пожалуйста. Оказывается, это свобода слова. Так как они понимают свободу слова и политическую дискуссию ВКонтакте? Вот такую фразу они считают в политической дискуссии. Попробуй что-нибудь против Кавказа вякнуть. Хэ, ло, руснявое, нецензурное слово. Если, конечно, не хочешь обнаружить свою триперную мамашу, вы, ну ю, в аспорной кишке всем нашим землячеством. Вот это политическая дискуссия. Оказывается, не оскорбление. Ну, подумаешь. Конкретного человека-то не назван. Это всё чудовищно. Хотел бы обратиться к нашим национальным диаспорам и землячествам. Они согласны с этим? Чего же они-то молчат? Если не согласны, то это чудовищно. Если не согласны, они должны протестовать, находить авторов этих постов. И не только соцсеть ВКонтакте и во всех остальных. Хотелось бы к нашим комитетам обратиться. По информационной политике, по национальностям, по делам национальности, по безопасности, по общественным организациям. Наверное, есть зампредседателя Госдумы. Сейчас вводят омбудсмена по национальным вопросам. Надо и нашего зампредседателя Госдумы сориентировать на эти вопросы. Чтобы четыре комитета хотя бы раз в квартал собирались бы и вырабатывали какие-то меры воздействия. Потому что сегодня поджечь толпу очень легко. И будет страшно. Чтобы погасить очаг Бирюлёва, была мобилизована вся московская полиция. Вы представляете себе? Один очаг в одном регионе, где там может быть 2-3 тысячи собралось. А если миллионы выйдут на улицу, успеет Кантемировская дивизия и Таманская подойти? Нет. И весь город будет в крови. Вы помните, товарищ один обещал, как сделать. И уехал за границу, когда возбудили уголовное дело. Что если будете мешать нам строить мечети, мы вас тут всех вырежем и всю Москву зальём кровью. И сбежал через два дня, когда понял, что могут срочно возбудить уголовное дело. Поэтому мы должны внимание особое уделять. Это вопросы внешние. Это выгодно нашим недругам за рубежом. И дипломатические трения Голландии и России в этой цепи. Это звенья в одной цепи. И про Арктику заявления преподавателя московского вуза. Тоже оскорблять Россию, унижать Россию, вызывать пока мелкие вспышки погромов, кровь и убили. Ведь сейчас же что произошло? После Бирюлёва уже нашли зарезанного узбека и зарезанного азербайджанца. Всё продолжается. Азербайджан вдруг начал там какие-то протесты заявлять. Кого вы защищаете? Убийцу. Вы что? Где у нас гонения на азербайджанцев? Никаких гонений нету по национальному признаку. Но вот такие отдельные эпизоды, они нас должны настораживать. Потому что американцам выгодно. Они уйдут с Ближнего Востока и отойдут подальше от Афганистана. Контроль везде оставят. Войска будут стоять рядом, спецслужбы, управление, полётами, связь. Всё в их руках останется. Вот эти банды, окровавленные в Ливии, в Египте, в Сирии и Афган, куда пойдёт всё это? В Средней Азии и будут охранять коридор наркопотока. И наркопоток пойдёт к нам. И они пойдут на Северный Кавказ. Тогда мы здесь какие заседания будем проводить? Срочные, ночные, ежедневно. Поэтому мы, как МЧС, не должны реагировать, когда уже произошло что-то. И это не стихийное бедствие. Это же готовится уже. Вы видите, какие фразы? Геббис не мог так писать. Фашисты, немцы так не писали. И так не оскорбляли русских. Как это сегодня происходит? Сделается специально, чтобы стравить на национальной основе, на религиозной основе. Добавится социальная. Тут всё вместе. Тут нельзя вырвать. Тут и бедные участвуют, и богатые, и русские, и нерусские, и христиане, и мусульмане. Главное – гражданская война. Главное – подвинуть на убийство, на пожар, чтобы всё разрушалось. Вот поднимается Россия, опять опустить её. Вы тут спорите, куда деньги направить? Вы не спорьте, уже заложено, куда эти деньги пойдут. На ликвидацию последствий ещё очередной гражданской войны в России. Не успеете построить ни в Казани дорогу, ни там вот предлагаете лесопильные фабрики строить. Может быть, успеем только лагеря расконсервировать. Но и туда не успеем доставить их. В основном это будут трупы везде. Надо заниматься этим. Землячествами, диаспорами. Вести дискуссии. И останавливать это. Смягчать. Находить пути воздействия. И бросить огромные деньги на пропаганду. На идеологию. На воспитание в школах. На правильные учебники истории. И найти способ борьбы с такими социальными сетями. Это чудовищно. Потому что это же каждый день. Это же висит. И вы даже это не знаете. Вы слушаете меня, сами-то вы не читаете. У вас для чего помощники в кабинетах сидят? Чай сейчас пьют там сидят у вас. Выгнать с работы этих помощников. Это же не вылезать из сетей и вам каждый вечер класть информацию. Вот что пишут, вот что пишут, вот что говорят. Вот это, вот это, вот это. Чтобы мы были с вами вооружены. И чтобы мы проявили солидарность. Что в борьбе с террором, с радикалами любых мастей. Политические, религиозные, национальные и прочее, прочее. Власть должна быть единая. И мощным кулаком это предотвратить и наказать. Обязательно. И когда 22-го числа к нам придет министр внутренних дел, значит мы должны оказать содействие полиции города Москвы. И требовать, чтобы их представили государственным наградам. Спасибо.